На улице Тихоокеанска, недалеко от остановки Академия экономики и права, столкнулись пассажирские автобусы Toyota Leon, в которые ехали два человека. Медицинская помощь потребовалась 19-летней девушке, которая ехала в Toyota пассажиром. Видимых травм хабаровчанка не получила, но жаловалась на сильную головную боль. Вызванные на место врачи решили, что медицинский осмотр в условиях стационара пациентке необходим. В автобусе 81 маршрута на момент столкновения ехали порядка 15 человек. Никто из них не пострадал. 32-летний водитель Чоруса рассказал, что ехал по первому ряду и событий, которые развернулись позади него, не видел. Почувствовал только мощный удар. Молодой шофер Toyota, который купил эту машину всего сутки назад, своей вины не отрицает. Но говорит, что на аварийный манёвр его спровоцировал водитель встречного автобуса, который зачем-то начал выезжать на полосу встречного движения. «Не знаю, для чего он высунулся чуть-чуть на мою сторону. Я руля вправо. У меня была дорога, давай носить лево вправо. Ну и всё, я от машины уходил, вот автобус догнал боком». Кстати, водительское удостоверение водитель Toyota Leon получил ровно год назад. А около полуночи на улице Зелёной пожарные тушили возгорание в квартире двухэтажного деревянного барака. ОЧП сообщили соседи, когда почувствовали в подъезде запах дыма. Молодой хозяйки квартиры дома не было. Вернулась девушка, когда пожарные уже сбили пламя. Увиденное повергло хабаровчанку в шок. Спасти квартиру расчётам не удалось. К их приезду огонь бушевал практически во всех комнатах. Главной целью спасателей было эвакуировать жильцов и не дать пламени выйти на крышу. С поставленной задачей справились в полной мере. По лестничным маршам на улицу вывели 15 человек, включая грудного ребёнка. Ожидать окончания тушения людям пришлось на улице. По словам пожарных, причиной возгорания, скорее всего, стало печное отопление. Да и сама хозяйка квартиры склоняется именно к этой версии, поскольку загореться было больше нечему. Но вот что именно произошло с печью, пока неизвестно. А спустя час на восточном шоссе, недалеко от остановки Красный Яр, недрезвый автолюбитель врезался в фонарный столб, после чего пытался сбежать с места аварии, бросив машину. ДТП произошло на глазах у другого автолюбителя, который ехал в попутном с Хондой направлении, в сторону центра города. Шофёр внедорожника рассказал, что манера езды водителя Хонды HR-V сразу показалась ему подозрительной. Иномарка виляла по дороге из стороны в сторону. В конечном итоге водитель потерял управление. Автомобиль понесло на обочину. Пропагав в придорожных сугробах внушительную колею, иномарка уперлась в столб. Подозрения очевидца о том, что водитель Хонды и его пассажир наверняка сильно ранены, развеялись после того, как предполагаемые пострадавшие выскочили из разбитой машины и весьма резво помчались прочь. Догнать нетвёрдо стоящих на ногах людей водителю джипа труда не составило. Скрутив и нарушителя, и его попутчика, мужчина вызвал автоинспекторов и на всякий случай врачей. Медики заключили, что мужчинам бы стоило поехать в больницу, но от госпитализации пациенты наотрез отказались. Выяснилось, что хозяин Хонды ехал в машине пассажиром, а за рулём находился его приятель, который никогда не получал водительского удостоверения.